В Апатитском клубе пенсионеров и ветеранов производственного труда «Анов-2» состоялся торжественный вечер, посвященный празднованию 77-й годовщины Великой Победы. Собираться в литературно-музыкальной гостиной, читать стихи, слушать песни военных лет – добрая традиция. В этот раз к ней примкнули и студенты филиала «Магу» в Апатитах. Участники встречи посмотрели фильм-хронику «Уроки о войне», говорили об истории георгиевской ленточки и ловили каждое слово из уст ветерана Великой Отечественной войны – о том, каким был путь к победе. В литературно-музыкальной гостиной зажигают свечу памяти. Звучит песня, которая вот уже 77 лет, 9 мая, является негласным гимном страны, победившей фашизм. Участникам клуба подпевают первокурсники филиала «Магу» в Апатитах. Студенты-социологи пришли поздравить ветеранов-производственников с Великим Праздником. Пришли послушать ветеранов, послушать песни. Георгиевская ленточка, например, это, конечно, символ новодел, по большей части, но она очень хорошо объединяет людей. Наши ребята очень активные, они являются волонтерами всех наших мероприятий, начиная от дня первокурсника, заканчивая вот такими вот встречами с очень интересными людьми. Почетный гость литературно-музыкальной гостиной, участник Великой Отечественной войны, ветеран «Анов-2» Виктор Федорович Дикой. Он рассказал об одном из первых своих сражений на полях самой кровопролитной войны в истории человечества. Вспомнил, как укрывался в окопе от минометного немецкого огня, но не сделал ни шагу назад. Выдал себе это рубежище, самочек, и роешь и лапрати, и руками, и все, сбил все свои ножки. Организаторы литературно-музыкальной гостиной вручили Виктору Федоровичу цветы и подарок от компании «Фосагра». Благодаря поддержке великому нашему комбинату «Фосагра», который нас не забывает, который нас, мы обласканы, нам многие завидуют, ветераны. Почему? Потому что у нас есть помещение. У нас к празднику сегодня, вот они нам подарили этот праздник чайпития, в смысле, все, вот это их подарок для нас. А когда чувствуешь такую заботу со стороны руководства, хотя у меня ведь некоторые на пенсии уже по 40-50 лет. И представляете, люди, вот до сих пор чувствуем вот эту связь, как в семье, связь со своим родным комбинатом. Встреча продолжилась чайпития. Ветераны производства вспомнили послевоенные годы, рассказали о том, как жизнь возвращалась в привычное русло.